Павел Терещенко пишет Кстати, очень много воды ушло из-под кожи, похудело на 12 килограмм, стала кожа подтянутая и чистая. А некоторые говорят, на веганстве хуже становится. Ну так надо мозги иметь и на правильное веганство переходить, учитывать все, что я говорю. Также перестал есть вареный крахмал и рис. Вот именно. Оказывается, раньше, когда ел рис два раза в день, действительно геморрой даже появлялся, как и говорит Юрий Андреевич про вареные крахмалы. Но вы как хотели. Вы что, не знаете, что геморрой и, например, варикозное расширение вен – это не проблема сосудов? То есть она проблема сосудов, но это вторичная проблема. А первичная – это нарушение работы печени, а её именно фильтрационных свойств. Именно за счёт потребления клеёв. Таких клеёв, как молочный клей казеин и растительные клеи, такие как крахмалы, варёные крахмалы. Я подробно это рассказываю в лекции печени, например, желчные пузыри поджелудочные и в других своих лекциях. Практика критерий истины. Жизнь подтверждает то, что я говорю. И, собственно, удивительно, в этом нет ничего. Удивительно и другое, что люди не понимают, ленивы, не хотят слушать в комплексе, что я говорю, а хотят только лишь волшебные таблетки. А теперь печень работает нормально, а макароны уже лет пять не ем. Здорово. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Не писать, не поблагодарить вас будет подло. Веду здоровый образ жизни, но при этом был аустеохондроз. Лет восемь не мог сделать голову назад, неприятная, инующая боль на затылке. И был хронический радикулит, тоже давний. После того, как я принимал фукус, комплекс, всего одну банку. Это вот фукус наш, который мы продаём. Тут пишется очень нескладно, я изменяю походу, потому что, по-моему, человек за границей живёт или долго за границей жил. Так как я у вас в Москве приобрёл четыре банку, ну, для ребёнка, а одну решил сам попробовать. Произошло чудо. Я давно не испытывал такое ощущение лёгкости и энергии. Ещё раз благодарю вас, дай Аллах, вам здоровья. Очень многие из Средней Азии, из Казахстана, быть может, с других бывших республик СНГ, да, вот, приезжали и на ярмарки последние и так далее. Вот даже несколько таких писем я опубликовал, очень показательных. Вот, дай Аллах вам здоровья, благодарю вас и вам, успехов семейного благополучия. Я не на русском школе учился, ну, вот, а, из Кыргызстана. Да, если допустил ошибки, комментарии, думаю, поймёте. Ну, конечно, понятно, да, всё, благодарю вас за письмо. И что ж, вот действительно я хочу сказать для наших зрителей, что бывает такое, бывает, что с одной банки, ну, это, конечно, чудо, редко такое бывает, потому что нормальный курс – это вообще три месяца, ну, хотя бы месячный, минимальный. В месяц нужно пять банок. Тогда вы решаете главную проблему современности. Вы ликвидируете тотальный дефицит микроэлементов в вашем организме из-за тотального дефицита этих микроэлементов, в первую очередь, хотя и макро тоже отчасти, в продуктах питания, даже органических. Потому что современные почвы бедны ими по многим причинам, о которых я рассказал в своей лекции «Лес и почва». Очень интересная и важная лекция. Знаю, что один из тысячи, кто меня сейчас смотрит, её посмотрят. Жаль, но, тем не менее, я рекомендую, ещё раз говорю, посмотреть эту лекцию. А фокус, конечно же, можете приобрести у нас на сайте надгар.ру. И помните, что сзади банки, где идёт подробное описание на этикетке, внизу должно быть написано «ИП Фролов». И если не написано «ИП Фролов», то это левая подделка. Я предостерегаю вас, и поэтому напоминаю, что качественный свежий фокус, который пройден все экспертизы, и радиологические в том числе, поскольку он добывается в море белом, и это очень важные факторы, которые нужно учитывать, а здоровье беспокоить о своём, да, имейте в виду, что только этот фокус наш, где сзади написано «ИП Фролов», вы можете приобрести, и стоит приобретать только неподдельный именно этот фокус. Валерия Зубенко, спасибо за видео. Отказавшись от молочки, я потеряла лишь изжогу и запоры. Ну, согласитесь, дорогие товарищи, не жалко это потерять. Кстати, да, и не скучаю по этим ощущениям. И кальций у меня в норме. Но это к тому, что вот наконец-то люди, проснувшиеся, так сказать, сделав шаг определённый, получают, естественно, вознаграждение за следование законам природы, которые противоречат потреблению молока и продуктов из них в взрослом состоянии, в течение жизни. Тем более молока других видов животных, совершенно с другой программой биохимии и так далее. Ну, эти извращения законов природы всегда приводят к болезням. И вот человек очнулся, изменил свою жизнь, решил определённые проблемы, весьма мешающие жить человеку, что, естественно, и рад, и не жалеет, не скучает, чего и вам желает. Ну вот, таким образом. Андрей Веган Киев, мой старый зритель, благодаря вашим лекциям начал излечиваться артроз второй степени. Боли прошли полностью. Подвижности в колене нет, но боль прошла. Это может понять только артрозник. Врачи только операцию предлагали по замене на протез. А попутно прошёл, ну мелочь так, простатит. Увеличилась либидо и общий тонус улучшился. Мне 48 лет благодарю вас. И я благодарю за то, что поделились своей историей. И, кстати, я скажу, вот если учесть всё то, что я говорил выше, не отдельно взятые факторы, нюансы и снаружи применения, и внутри. Но вот от сныти до там всего, чтобы не было дефицита и профукус, который не заменит никакими сухими фукусами. Прошу не говорить этой глупости. Никакой сухой фукус не поможет никогда. Это не сухой фукус. Хоть изучите вопрос, если такой кто-то захочет говорить, то всё пройдёт. Конечно, пока человек жив, возможно, всё, если он будет правильный применять меры. Венера Соловец пишет. Я исцелилась от суставов, молочницы. Предлагали менять тазобедренные суставы. Всё прошло. Прошли хондрозы и артроз. По-женски восстановилась. Дисбактериоз кишечника прошёл. Прошёл гайморит хронический. И при воспалении не пью ни одной таблетки, организм сам себя лечит. Бегать начала. Я веган. Прошло всё потихоньку. В течение 4 лет. Низкий вам поклон, Юрий Андреевич. Очень рад за вас. Благодарю вас за ваше письмо. Ну и дальше пишет. Счастливые штыки. Да просто переходите на сыроедение. У меня тоже болели суставы. Всё прошло на сыроедение. Наталья Тишкина по-английски пишет. Юрий Андреевич, воспользовалась вашим методом избавления от гриппа. В скобках. Как дочку вылечили с температурой 39,6. А, ну это я рассказывал. Это речь, видимо, про методику. Это же было давно. Под каким-то моим старым видео. Ну, я это описываю метод в моей лекции методики очищения голодания. Да? У меня за 2 дня температура доросла до 39. Ну, это она пишет о себе. Голод, мёд, лимон, растирание не работали. Был о вас, нашла видео. Сейчас температура нормальная. Поеду за коллоидным серебром к нам. Ну, вот, кстати, вот это уникальное коллоидное серебро дешевле, ну, раз в 5. Именно данный, я говорю, продукт раз в 5 примерно, чем в коралловом клубе. При том, что такое уже качество, и он действительно нужен. Кстати, начинает, ну, например, если сепсисы какие-то, язвочки во рту, применяется он вплоть до внутривенного вливания, когда, например, врачи-хирурги оставляют ватом марлевый тампон в полости, скажем, операционной, и зашивают, и тогда начинается нагноение. Может быть, человек просто умрёт, не доедет даже до больницы от заражения кровью. Вот даже тогда помогает спасти жизнь человека. Целые книги по коллоидному серебру написаны. Я сейчас не буду развивать эту тему, но скажу правильно. Вот, вспомнил о вас, поехал за серебром. Море благодарности, я счастлив. И я счастлив и рад от того, что есть такая обратная связь. Благодарные люди порядочно пишут, соответственно, в ответ, позову своей души по чести, по совести. Вот письма подобного рода. Это всегда стимул любого человека. Если они объективны, тем более, то человек, получая обратную связь, доволен рад своему труду, если в основе мотивации к таким лекциям, как я провожу, есть вот, так сказать, помощь людям. Пишет Линда Рич. Раньше я ела мясо дважды в день. Благодаря вам, Юрий Андреевич, полгода назад стала веганом, чему несказанно рада. Кстати, это было совсем несложно. И здоровье улучшилось, появилось больше энергии, благодарю вас. Ну и я рад вашему письму, и вас благодарю за ваше письмо. Доброго времени сутки, Юрий Андреевич. Сегодня ваше видео смотрели вместе с дочкой. А ведь ещё год назад она была ярой противницей вегетарианства, а тем более сыроиднее. И когда мы с сыном перестали есть мясо, она нас чуть ли не возненавидела. Я тогда вам писала про плохие отношения с дочкой из-за моего изменения питания. Но я что-то успокаивал, объяснял, что время покажет, двигайтесь в правильном направлении и так далее. И вот дальше пишет. Потом, после года вегетарианства у нас с сыном произошёл срыв, стыдно. И вот сейчас уже она требует отказа от животной пищи. И говорит, хоть она на нас тогда и злилась, но чувствовала себя гораздо легче. Видите, как люди порой нечестно поступают. Я призываю вас к честности. И злоба ваша, как правило, является от бессилия вашим. Дети пока учатся и ели то, что я покупал. Мы снова переходим на нормальное питание уже полной семьёй. А ведь ещё недавно я думал, что дочь никогда не бросит есть животную пищу. Теперь мы все вместе и срывов больше не будет. То, что раньше нас разлучало, теперь сплотило. Но давайте порадуемся за пример этой женщины, её семьи и других таких же. И пусть это послужит поводом. Дорогие друзья, можете этот отрывочек вырезать, послать или с этой минуты указать, посмотреть. Тем, кто сейчас так же считает злиться на своих родственников, считает, что этого не будет никогда. Уж он-то не откажется от правильного питания. А они идиоты. Пошлите, может быть, это поможет. Ведь есть живой пример обратного. И таких примеров много. И завершает женщина так. Большая вам благодарность за ваши познавательные и юморные лекции. Вот пишет человек честный. Я его благодарю за честность, за смелость, за позицию свою, за то, что написал. Андрей Гостав пишет. Я из бывших дебилов благодаря вам. Очнулся человек, опомнился, понял. Осознал. Изменился. И человек пишет честно, справедливо. Я был дебилом, пересталом, благодарю вас за это. Вот это позиции смелого, сильного, честного человека. Эля Асадулина пишет. Уважаемый Юрий Андреевич, бесконечно благодарна вам за титанический труд по просвещению нас. По-настоящему с детства зомбированных традиционными правилами жизни и питания. Искалеченных официальными медицинскими истинами. Хотела бы поделиться и моей историей о аутоиммунном тереоидите. А она написала как раз вот под видео о Эли, вот этой другой Эли. Вот видите, какие совпадения, да, по имени. Когда выяснилось, что мои показатели анти-ТГ и анти-ТПО зашкаливают, соответственно, по 200 и более 1300 при норме около 60. На мой вопрос, что с этим делать. Эндокринолог сказала, что достаточно однажды посмотреть на показатели и забыть их. Это навсегда. Ну, она-то лучше знает эндокринолог. Ну, она же профессионал. Двухмесячный курс приема нашей вот веселки, трометы, который я принимала с целью хотя бы немного приглушить герпес. Хотя, кстати, этого недостаточно. Ну, я перфекционист, я говорю, как надо, в идеале. Нужно всегда три грибных препарата. Там нужно было еще взять кардицепс. Но не в этом дело. Придушить герпес. При герпесе нужен кардицепс. Помог не только надолго забыть о проблеме, но и, как случайно выяснилось, существенно снизить показатели анти-ТГ и анти-ТПО. Соответственно, в 7 и в 6 раз. Согласитесь, это немало. Пошла к эндокринологу и услышала, что бы вы думали, какие грибы, какая вода. Ну, а про водородную воду речь идет про этот уникальный прибор Аквапен, аналога в мире не имеющий, который решает порой он один многие проблемы. Хотя в совокупности это просто фантастика. Вот у нее поэтому, кстати, что вода вот так и получилась у этой женщины. Так вот, какие грибы, какая вода, что за мракобесие? Так это она и есть мракобес. Эти показатели постоянно меняются. Сегодня так, а завтра зашкалит. Не морочь ты себе мне голову. Пример Эли Белозеровой вдохновляет. Спасибо ей и в первую очередь вам за неустанную борьбу с такими темными, как я, поверившим врачам и опустившими руки. А с врачами, кстати, да, не все они плохие, не все неправильно говорят, но с многими действительно, вот когда люди сталкиваются сейчас, почему-то у них опускаются руки. Это очень плохо. А я хочу, чтобы руки не опускались у людей. Предельно очевидно, что дело собственного здоровья в твоих собственных руках. Это истинная правда. При желании и умелом использовании ваших бесценных знаний, которыми вы щедро делитесь. Спасибо вам. И вам спасибо. Я очень рад за то, что есть такая обратная связь. Благодарю. Дмитрий Ковалев пишет. Спасибо, Юрий Андреевич, стал следовать вашим рекомендациям. Надо мной посмеивались родные и знакомые. В результате через 9 месяцев я потерял 15 килограмм лишнего веса. У меня ушло повышенное давление, которое я считал для себя нормальным уже с высшим человеком. Медики считают, что это неизлечимо. И многие в комментариях пишут. Это неизлечимо. Прям протест они мне дают. Ну, хотят, чтобы у них это не прошло. Или они просто понимают, что для этого им надо будет жрачку изменить их любимую. Вот. Исчезли гастрит, бульбит и отслоение кишки от желудка. И что для меня самым большим было чудом. Прошли боли в коленях. Ну, смотря на мои результаты, семья тоже потихоньку становится на правильное питание. Огромное вам спасибо. Я вот очень благодарен вам и всем, кто пишет вот подобные письма. Потому что, во-первых, это еще раз показывает тем, кто делает свои протесты от своей глупости либо бессилия, что они неправы. И это поможет многим тем людям, кто на перепутии стоит, не свернуть с правильного пути, если они уже поняли, в чем и где этот правильный путь. Ну, а тем, кто на этом пути стоит, но все-таки слаб по каким-то причинам, поддержать себя и морально, и психологически видеть, что вы не одни. Есть у людей результаты, изумительные результаты, которые никогда не бывают, особенно вот с таким комплексом проблем или подобными проблемами, на обычном, привычном, так называемом сбалансированном типе питания, которое рекомендуют диетологи разные и врачи, которые свято верят в сосиску. Так, Александра Григорян пишет. В прошлом году я брала платную консультацию Юрия Андреевича для своей дочери. У меня она брала, которой тогда было два года. За 30 минут он отлично проконсультировал меня по скайпу. Все советы я выполнила, и у нас все наладилось. К чему я это все? А к тому, что если вы хотите конкретно по своей ситуации все узнать, то берите индивидуальную консультацию, не пожалеете. Это куда дешевле, чем постоянно болеть. Родители с детками, с неврологией, смотрите ролики фрологии Юрия Андреевича и берите индивидуальную консультацию. Юрий Андреевич, спасибо вам огромное. Ну, получилась вроде такая реклама. Но я ее зачитал по двум причинам. Что-то самому об этом не говорить, вроде некорректно рекламирует. А с другой стороны, вот такое письмо пришло. Ну, это скорее всего под четвертой частью ответов на вопросы. Благодарная зрительница и клиентка моя написала, и почему бы его не зачитать. Пишет женщина одна. Я самый страшный в мире мясоед. Была. Я много ела мяса. Так почему же я тогда заболела? Диагноз – рак. И врачи говорят, надо сбалансированное питание, мясо, рыбу. У меня вопрос. Почему я должна лечиться тем, что сделало меня больной? И почему, когда я перешла на вегано-сыроедческую еду и смогла прожить уже 9 лет после 6 курсов химии, которые сожгли у меня все, мне говорят, что без мяса я умру. А мои друзья-мясоеды уже умерли. И врачи тоже. Пишет Марина Жучкова по-английски. Добрый день. Благодарю вас, Юрий Андреевич, за труд. Смотрю ваши видео. Меняюсь с вашими рекомендациями. Питание – это первое, что я изменила. Результат не заставил себя ждать. Диагноз – правосторонний гонортроз второй стадии, синусит, дегенеративные изменения менисков правого коленного сустава. Только изменение в питании дало такое улучшение, что врачи и лекарства не могли сделать 3 года. Сказали, что требуется операция по замене сустава. А я сейчас прохожу в день по 17 тысяч шагов. И вечером не страдаю от боли. Благодаря вашим лекциям я теперь понимаю, почему я страдал от боли в коленном суставе. Юрий Андреевич, добрый день. У меня во время приема лисичек с тротовиком и шитаки почти перестали болеть глаза. И это не совпадение. Вы не подскажете, с чем это может быть связано. Надеюсь, эти боли больше не появятся. Так как они на протяжении года и боли и никак не связаны с телефоном или компьютером. Так считает человек. Еще выскакивали прыщи на шеи. До этого никогда в таком месте их не находили. Ну, ответ мой такой будет. Безусловно, речь идет, кто не понимает, о программе антипаразитарной. Туда входит гриб лисичка препарат, гриб шитаки, гриб трутовик, долиственничный. По каждому из этих трех видов базидиальных грибов у меня есть три отдельные видео на моем канале в ютубе. Но суть в том, что эта программа антипаразитарная, очень важная для каждого человека. Но есть и побочные эффекты действия. Вот Никита Петренко сказал, у него улучшилось зрение. Безусловно, потому что, во-первых, само наличие некоторых паразитов, таких как тексакара, ухудшают зрение. Я объяснял это в лекции гриб лисичка и в лекции по паразитам, по какой причине это происходит. Плюс к тому, есть специальные, специфические полисахариды, фитонциды в грибах, высших базидиальных грибах, препаратах из них. И в том числе улучшается микроциркуляция крови в сетчатке глаз. Ну, соответственно, это второй момент. Плюс те вещества, которые сами по себе влияют на зрение. Ну, и так далее, и так далее. То есть тут ничего удивительного нет. Я часто об этом слышу, пишут мне комментарии, в том числе такие. Хелена Иванова, у меня 46 лет. Расскажу о своих изменениях по здоровью за прошлый год. Веганство, сыроидение в соотношении примерно 30 на 70. Сейчас уже полное сыроидение. Я избавилась от многолетних мучительных болезней гайморита, фаренгита, трохиита, боли позвоночника, крестце, коленных суставов, периодических обострений молочницы, цистита, мочекислого диатеза, песка в почку, геморроя, пяточных шпор. Прошли судороги в ногах по ночам. Ну, кстати, сразу скажу, судороги в ногах в основном это дефицит магния. И это дефицит B12, как правило. Варикозные вены не болят и начали уходить. А предлагали уже операцию на венах. Ушел лишний вес около 10 килограмм, подтянулась кожа, пропал целлюлит, уменьшилась жирность волос и кожи значительно. Сахар в крови вообще быстрее всего пришел в норму. Давление отличное, как у космонавта. За год не болело никакими гриппами. А коллеги все переболели. Масса улучшений по женской сфере добавилась энергии. Увеличилась выносливость. Можно еще продолжать. Это чудо. Я нашла канал Юрия Андреевича и не успеваю его благодарить. И я вас благодарю. Анна Ковалева. Юрий Андреевич, у меня вопрос. Два месяца пью воду Аквапен по три стакана утром и вечером во время принятия грибных препаратов. Так вот, наблюдается интересный эффект. После питья этой воды моча крашивается в ярко-желтый цвет. Я же говорил, что токсичные вещества, эндогенные яды, которые в той или иной степени, в большей или меньшей, способен организм выводить из него, да, ну, благодаря коже, почкам и другим выделительным системам организма нашего, то наряду с прочими факторами, потребляя такую воду, она является идеальным растворителем многих токсичных веществ. И она выводит в большей мере, чем простая любая другая вода, не обладающая этими физико-химическими критериями, яды, токсины из организма. Вот вам пример. Многократно проверял. Это не связано ни с грибами, ни с пищей. Как думаете, что это может быть? Так прекрасно, очищение организма великолепно. Лучше почки стали работать. Вот если бы одна прозрачная вода выходила бы, то это могло бы говорить о том, что почки, собственно, не фильтруют так кровь, как должны были бы. А это прекрасный показатель. Почки изумительно работают. Хорошо? Общее улучшение состояния здоровья связываю комплексно с принятием, кроме воды, грибов, ну, грибных препаратов, фокуса, ламинария, раскоп пшеницы. Ну, правильно. Стали меньше мерзнуть руки-ноги, но это закономерно. Заметно уменьшилась утомляемость, свойственная моему заболеванию. Смогла дозу гормона уменьшить за 4 месяца с 9 до 5 таблеток. Так, продолжаю уменьшать. Перестали выпадать волосы, окрепли ногти. Благодарю за ваш труд, бог в помощь. Ну, благодарю вас, рад за ваше письмо, за вас, но только можно порадоваться. Рыбалка Нива Фидер пишет. Спасибо вам огромное за ваш труд, опыт и то, что делитесь с нами. Узнал о ваших трудах от другого человека. Сейчас проверяю некоторые вещи на себе. Я очень рад и офигеваю, ну, от результата, так написал человек. Спасибо еще раз. И я рад за то, что вы видите положительные изменения в своем здоровье. Я так понимаю, очень рад, не то еще будет. Только, пожалуйста, чтобы не сделать ошибок различных, которые часто люди делают. И поэтому есть нападки часто на веганов, сыроедов, в том числе от тех неблагодарных людей, кто ушел с этого питания на противоположное и льют кучу помоев, неблагодарные люди, я мягко так выражусь, да, на природу, на законы мироздания, на вот эту всю логику процессов, причинно-следственных связей, в том числе биологических, которые в нас происходят. И они не поняли свои ошибки, не захотели искать, они решили хаять. Так вот, чтобы этого не было, и таких непорядочных людей было меньше, обманутых людей и так далее, я рекомендую вам, дорогие друзья, смотреть, не лениться, самое главное, вот эти мои лекции по здоровью, потому что тогда вы сможете понять, и вас никто не сможет обмануть, в чем же ошибки. Почему все же есть те люди, которые, переходя на веганство и сыроедение, имеют проблемы, не решают их и так далее. Со здоровьем я имею в виду. Так вот, пожалуйста, вот это моя лекция, почему мы не можем питаться только плодами. Вторая вот эта лекция, как основа понимания, синдром дырявого кишечника, посмотрите их непременно. Александра Строганова пишет. Очень здорово, что труды Юрия Андреевича Фролова попали в руки этой милой женщины. Я полностью понимаю и доверяю продукции Фролова. Спасибо большое за знания, Ваше Юрий Андреевич. Я проращиваю разные семена для еды и многое чего делаю. Спасибо большое женщине, что потратила свое время на отзыв «Будьте здоровы». Кстати, да, огромное дело, потому что люди в основном в себе держат те положительные, отчасти когда излечиваются от неизлечимых заболеваний, особенно просто боятся сглазить. Но это на самом деле неправильно, потому что поделившись с другими своей радостью, своей историей, они вселят надежду и, может быть, уверенность даже тем людям, которые, может быть, уже отчаялись. Поэтому это огромное дело, и, дорогие друзья, призываю вас не полениться, прислать мне лично, если вы не хотите публично это сказать, да, ну, лучше, конечно, это публично, но мне прислать с разрешением выложить, да, использовать в роликах. Вот свои истории выздоровления, пожалуйста, особенно просятся больные с сахарного диабета 1-2 типа, не верят, что эти болезни лечатся, вот не верят, люди есть такие. Поэтому, пожалуйста, кто из моих зрителей сейчас смотрит это видео, пожалуйста, если вы не против, все-таки пришлите мне. Давайте покажем этим людям, что это неправда.